Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Дмитрий, я знаю еще о чем Некрасов не может с вами не поговорить и не обсудить, как с большим специалистом. Это, естественно, прошедший матч «Зенит-Спартак». Однозначно. 5-1, я все знаю. Я просто как петербуржец и испытываю особый пиетет, естественно, к петербуржской команде. Я наслышал, да, я уже готовлюсь защищать «Спартак» перед вами, да. Ну, давайте тогда начнем подальше от России, от нашей матушки, давайте с Европы начнем. Вот прошла жеребьевка, значит, всех Еврокубков. У нас, насколько я понимаю, сейчас три команды, да, участвуют в Еврокубке? Ну, на данный момент три команды участвуют, потому что идут отборочные турниры. Дальше к ним еще присоединятся уже в сентябре «Спартак» и «Локомотив», но они сразу стартуют с главного турнира Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Сейчас идет отбор. «Зенит» и «Краснодар» отбираются в Лигу Европы. Ну, там все достаточно просто. Там попались соперники «Краснодару» с «Рвена Звезда» из Сербии, а «Зениту» попался «Утрихт Голландский» и те-те проходимые. То есть здесь особо какой-то интриги нет. Ну вот «Утрихт» он на третьем месте, насколько я знаю, в прошлый сезон закончил. И говорят, что, в принципе, такая-то темная лошадка. То есть может быть, что «Зенит» и споткнется. Ну, на мой взгляд, такого быть не может. Ну, то есть, конечно, в этой жизни может быть вообще все, что угодно. Да, но абсолютно нет никаких предпосылок. И последние результаты «Зенита» в матче с израильской командой, они не должны вводить в заблуждение. Сейчас у «Зенита» реально два состава. Я, если честно, вообще не припомню за последние годы в истории российского футбола, чтобы у какой-то команды было два состава действительно более-менее равноценных. Но мы тоже должны понимать, что когда выходят несыгранные люди, пускай они все высокого уровня, так или иначе, ну, это все люди, которые там сидят на скамейке запасных. Они недовольны, может быть, своим положением. Они не сыграны, поэтому результаты могут быть не самые высокие, но «Зенит» все равно пройдет дальше. Другое дело, бывает, что команды более сильно они спотыкаются на слабаках. И мы помним, что «Спартак» год назад сенсационно вылетел от «АЕК». Да. Тогда уволили главного тренера Дмитрия Ленчева. В итоге все, конечно, хорошо обернулось для «Спартака». Но я абсолютно не вижу для «Зенита» предпосылок для повторения этой истории. Это просто нереально. Тем более, что «Зенит» ставит задачу выиграть Лигу Европы. А что касается «Краснодара»? «Краснодар» сложнее. Там очень много травмированных. Есть вопросы по составу. Но мой прогноз, что «Краснодар» тоже пройдет дальше. Потому что, конечно, вылет от «Сервена-Звезды», не дойдя до групповой стадии, это будет очень серьезным ударом по амбициям клуба. То есть, скорее всего, мы перепрыгнем и у «Трехт», и вот… «Сервену-Звезду», да. Но это мой прогноз. В случае с «Краснодаром», я бы не говорил столь уверенно, как с «Зенитом». Там, я думаю, будет борьба. Но, скорее, вот если мне, грубо говоря, я обязан поставить, то я бы поставил, конечно, «Краснодар». Отлично. Давайте послушаем коротенькую песенку и обязательно вернемся к суперинтересной теме. Всем доброго-доброго утра. Это телерадиоканал «Страна-ФМ». У нас рубрика «Стране о спорте». И сегодня о футболе мы говорим с заместителем главного редактора издательского дома «Спорт-экспресс» Дмитрием Симоновым. Сейчас вот разбираемся в Еврокубках. Да, о «Зените» поговорили. «Зените» поговорили. О «Краснодаре» поговорили. Очередь ЦСКА. Теперь ЦСКА, которая встречается с командой «Янг Бойс». Молодые мальчики. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, как там дела обстоят? Ну, когда была жеребьевка, многие потом шутили, когда выпало ЦСКА сыграть с «Янг Бойс», многие теперь говорят, что «Янг Бойс» сыграют с «Олд Бойс», потому что у ЦСКА трём центральным защитникам, если сложить их возраст, там свыше ста лет. Им на троих, там даже, наверное, свыше ста десяти, получается. Но шутки шутками для ЦСКА это на самом деле вопрос, если не выживание, не жизнь и смерти, то вопрос, ну, скажем так, существования клубов в нормальных условиях на ближайший сезон, потому что выход в групповую стадию Лиги Чемпионов он фактически гарантирует команде премиальный минимум 15 миллионов евро. А ЦСКА это та команда... Ого! Да, ЦСКА это та команда, которая считает каждую копейку, которая не может, как «Зенит», тратить там по 15-20 миллионов на новичков. Эти деньги — реальная часть клубного бюджета, и если этих денег не будет, то ЦСКА придётся очень легко. Именно поэтому, например, армейцы каждый год ставят цель не выиграть, например, чемпионат, а пробиться в Лигу Чемпионов, потому что это финансовый вопрос. Поэтому, конечно, для них это очень важно. А то есть, когда ты переходишь очередной этап Лиги Чемпионов, ты получаешь премиальный, если ты выигрываешь? Да, там система премиальных, она из двух частей состоит. Первая — это премия за попадание конкретно в этап и за проведение определённых матчей. То есть, если ты попал в группу и, допустим, даже всем проиграл, ты всё равно порядка 15 миллионов получишь. А если ты ещё и матчи начнёшь выигрывать, то там премия варьируется. Это порядка одного миллиона за победу и полмиллиона евро за ничью. Ну, то есть, соответственно, если ты выиграешь ещё и шесть матчей, то получишь не 15, а там 21, да? Ну, грубо говоря. Понимаешь, что ЦСКА вряд ли выиграет 6 из 6, но, тем не менее, это возможность заработать очень солидная для клуба. Дмитрий, сейчас, что касается вот планов, вернее, не планов, а прогнозов. Я слышал интервью с Виктором Анопко сразу же после жеребьёвки, которая проходила. И, собственно, Виктор Савельевич сказал, что «Янг Бойс» — это не самый худший вариант, который мог нам попасться. Там были действительно... Если бы ЦСКА стали, по-моему, если я не ошибаюсь, не сеянными, да, то были бы намного хуже варианты. Вот. Каков прогноз? Ну, вы знаете, я могу сказать так. ЦСКА уже второй раз подряд нереально везёт. Да. Два года назад армейцы играли на той же самой стадии с Лиссабонским спортингом. И тогда попался самый слабый соперник из возможных с превеликим трудом, но удалось ЦСКА тогда пройти. Сейчас ситуация получилась ещё более феноменальная. По рейтингу клуба, да, этот рейтинг складывается из очков, набранных клубом за последние, там, пять или шесть сезонов. ЦСКА по всем показателям должен был попасть в число несеяных. Ну, то есть 10 претендентов, их бы разбили 5 и 5, и, соответственно, пяти слабым достались бы 5 более сильных. Но штука была в том, что, чтобы ЦСКА мог попасть в вот эту пятёрку сеяных, должно было сложиться три обстоятельства. В трёх других парах три клуба, которые были фаворитами, должны были вылететь. Да. Это был Аякс, это была Киевская Динамо, ещё одна команда. И так получилось, что все эти три клуба вылетели, причём при абсолютно феноменальном обстоятельстве. Причём Киевская Динамо от Янг Бойс, да? Да, пропуская на последних минутах, пропуская там в дополнительное время. То есть такое счастливое ощущение. Вы знаете, я почему-то уверена, что Янг Бойс просто проиграет вообще. Будет счёт 5-0 в пользу ЦСКА. Олд Бойс победят, да. Рулят, рулят. Мы продолжим нашу беседу, и обязательно вернёмся к вам буквально через несколько минут, сразу же после песни. Да-да-да-да-да-да-да, это рубрика «Стране о спорте». И сегодня российский, мировой футбол мы обсуждаем вместе с заместителем главного редактора издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрием Симоновым. Ещё раз доброе утро. Мы не договорили про ЦСКА. Я примерно уже понимаю, что если ЦСКА обыграет Янг Бойс, то получит 15 миллионов евро. И всё-таки сколько мы даём процентов на этот выигрыш? Ну, я скажу так, ЦСКА фаворит, но простым этот матч не будет. Правильно сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, что киевская «Динамо», которая в предыдущей стадии играла с Янг Бойс... А «Динамо» ты здесь при чём? А она играла в предыдущей стадии с Янг Бойс. Выиграли «Динамо». Да, они тоже после жеребьёвки радовались и говорили, что им досталось удачное жеребие. В итоге киевская «Динамо» отправилась вон из турнира. На последней минуте пропустив, между прочим. Да, Янг Бойс прошёл дальше, поэтому говорить о том, что ЦСКА гарантированно пройдёт, конечно, нельзя, но этот жеребий благоприятный. А я думаю, если бы армейцы стали бы несеянными, и не было бы такого стечения обстоятельств, я думаю, что, к сожалению, можно было бы не рассчитывать на попадание в групповой турнир. Сейчас всё зависит от них, но волнует состояние вратаря. Он сейчас получил небольшую травму Игоря Кенфеев, основной вратарь сборной России, наш там новый Яшин. Многие даже считают, что на самом деле он даже превосходит Яшина. Ну, понятно, сложно сравнивать игроков из разных эпох. Да, но тем не менее, Акенфеев сейчас получил травму, никто не знает, надолго ли это, на один матч или там на 10. И, конечно, если он не будет играть с Янг Бойс для клуба, это будет катастрофа, и там сейчас делают всё, чтобы его на ноги поставить. Ну, и однозначно, конечно, товарищ Серебров, а я уже не туда захожу, я уже захожу в «Спартак». Ну, кстати говоря, в «Спартак» я захожу недаром, потому что этот матч мы тоже хотели обсудить. Так, давайте перейдём уже. Из еврокубков к нам в нашу премьер-лигу хотели мы обсудить последний матч «Зенита» со «Спартаком». Вот, меня, конечно, несказанно порадовал. Дмитрий, второй день подряд, второе утро подряд я слышу вот эти вот возгласы, это «О-о-о!» Какое счастье, какая радость от Никита. Да, друзья. Как так вышло вообще? Можете мне, вот как женщине, рассказать про этот матч с точки зрения профессионала? Никитину версию я уже слышала. Ну, я могу сказать так. «Зенит» действительно был фаворитом в матче со «Спартаком». Другое дело, никто не ожидал, что будет такое унижение. Ну, не настолько фаворит. Да, да, никто не ожидал. Конечно, ну, слушайте, когда действующий чемпион проигрывает главному конкуренту 5-1, это абсолютный разгром, причем эти 5-1 были абсолютно по делу. Ну, то есть бывают в футболе ситуации, когда, например, я не знаю, команда весь матч проигрывает 1-0, потом начинает всей командой бежать вперед и, например, под занавес пропускает 2. Но здесь это было тотальное как бы доминирование, да. Вот есть у болельщиков «Зенита» песенка «Хоп, давай, давай, доминируй, унижай». Вот эту песню вот действительно... Я много этих комментариев встретил в сети потом. Хоп, давай, давай. Да, да, но действительно это было, к сожалению, для болельщиков «Спартака» и для команды именно так. И это очень большой знак того, что «Зенит» суперфаворит, конечно, в этом сезоне. Там потрясающие покупки. А какие выводы надо делать «Спартаку», вот когда ты так проигрываешь? Прежде чем Дима ответит, я слышал такое мнение, что с «Спартаком» такая же ситуация, как в Англии сейчас. То есть вроде как есть чемпион, который сейчас начинает бороться ради того, чтобы не вылететь вообще, в принципе, из английской премьер-лиги. Мне кажется, «Спартак» так подспудно повторяет ситуацию. Я скажу так. Вот один из наших самых выдающихся российских тренеров, Валерий Газаев, в интервью «Спортэкспресс», которая сегодня как раз вышла, он сказал такую фразу. «Спартаку пора заканчивать праздновать». Спустя 16 лет выиграть чемпионство – это очень большое дело. Понятно, вы понимаете, да? Праздновать – это фигурально идет. Ясно, что игроки не идут каждый вечер в ресторан отмечать, но они в головах еще. Дмитрий, праздновать, унижать или доминировать? Что же делать «Спартаку» дальше? Мы обсудим сразу же после песни в эфире телерадиоканала «Страна Айфа». Унижать. «Стране о спорте». Лайф. Мы продолжаем и только в эфире телерадиоканала «Стране ФМ». О футболе рассказывают настолько доходчиво, что это понятно даже мне, девушке. И не только понятно, но и интересно. У нас сегодня в гостях заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Симонов. Значит, мы хотели с вами, друзья, закончить историю со «Спартаком». Что со «Спартаком» такое произошло, что будет происходить, о чем мы не договорили в предыдущем выходе? Ну, это поражение, оно, во-первых, заставляет и команду, и руководство клуба задуматься о новых покупках. Очевидно, что команду надо освежить, что, возможно, кто-то из чемпионов почивает на лаврах, кто-то, может быть, уже больше думает о личном контракте, о благосостоянии. Например, известно, что сейчас капитан «Спартака» Глушаков ведет очень сложные переговоры о контракте и хочет существенного повышения зарплаты. Ну, а об этом сейчас не может идти речи, правильно, после такого разгромного поражения? Ну, понимаете как? Поражения остаются в истории, а кушать хочется всегда. Мухи отдельно, котлы отдельно. Поэтому другое дело, что теперь у руководства клуба появится другой аргумент из серии. Ребята, за что вам давать? Вы посмотрите, да, во что вы превратились. Сейчас ходят разговоры о том... Во что вы превратились? Да, ходят разговоры, что «Спартак» может купить очень сильного бразильца, который в бразильском чемпионате выступает, такой Луан. Речь идет о сумме 20-25 миллионов. Это будет рекорд в истории «Спартака», если сделка свершится. Но трансфер очень сложный, потому что там очень сложный парень. Он вырос там в фавелах, там его лучший друг-бандит сидит в тюрьме. Но мне кажется, это известная история для футболистов, для бразильского. Вы знаете, ну вот есть как бы ряд игроков, которые всегда находятся в зоне риска. Из-за чего, например, парень, который реально очень крутой, в 24 года играет еще в Бразилии, просто топ-клубы не рискует брать. Понимаете? То есть характер... Ты заплатишь деньги, ты подпишешь, а... Получит кота в мешке, да? Ну да, чувак потом у тебя вдруг запьет, там загуляет, или там начнет драться с игроками по команде, и ты в минус уходишь. То есть речь идет о психологической устойчивости игрока, опять же. Конечно, но не все же бразильцы такие. Есть же яркий пример бразильца, которого любят и ценят весь мир. О самом дорогом бразильце сейчас пойдет речь. На букву К его зовут, да? Да? На букву К разве? На букву Н? Н? Да, Неймар. Неймар? Да. И это самая дорогая покупка, которая была совершена сейчас вот недавно. Насколько я знаю, там речь идет о сотнях миллионах долларов. 222. Такая сумма была прописана в контракте. В Испании есть правило, что у каждого футболиста зафиксирована так называемая buyout clause. Это сумма выкупа. То есть если есть согласие игрока, можно принести вот эти деньги в клуб, и клуб не может не продать. А, главное деньги найти. Откуп. Ну да, ну условно, вот сейчас все обсуждают, я не знаю, там Андрея Малахова, да, уйдет или не уйдет. Вот если бы у него было, например, прописано 222 миллиона рублей, да, приходит, я не знаю, там другой канал, я не знаю, там страна, и, значит, платит. Если придет Андрей Малахов, мы все уйдем. Зарплата, все ваши зарплаты отдадут. Не, ну вы поняли, о чем я говорю. То есть клуб получает эти деньги и обязан отпустить игрока. Да, такая опция была реализована в случае с Неймаром, 222 миллиона. Это почти даже больше, чем вдвое, больше, чем предыдущий рекорд, который составлял там порядка чуть более 100 миллионов. Это очень много, это, ну как бы прям совсем много, вы понимаете, да? Вот знаете, что, Дмитрий, говорят плохо считать чужие деньги. Но именно этим мы займемся буквально через несколько минут. Сейчас у нас песня. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Рубрика «Стране о спорте». И сегодня на наши футбольные вопросы отвечает заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Симонову. Мы закончили, у меня же язык заплетается, потому что не терпится сказать, на Неймаре и на сумме. У тебя сумма так заплетает, твой язык. Она меня обудараживает. 222 миллиона евро. Мы тут недавно с коллегой заморочились и решили посчитать, сколько этот спортсмен получает в неделю, потом в сутки, потом в час. Получается где-то около 4000 евро в час. Вот дальше мы не пошли. Есть шутка, что если Неймар будет держать евро, монетку, в руках и уронит ее, то ему проще не нагибаться, потому что он за секунду зарабатывает больше, чем 1 евро. Ну, на самом деле, феноменальная зарплата того стоит. Уже в первый же день, допустим, было продано свыше 10 тысяч футболок Неймара в Париже, по СЖ. Были огромные очереди. Для понимания, одна футболка стоит порядка 140-155 евро. Понятно, что часть денег получает продавец, магазин, ритейлер и так далее, но клуб уже начал отбивать это. И, как заявил один из руководителей по СЖ, они считают, что эти деньги им вернутся больше. Да, на самом деле, просто, чтобы понимать, вот мы называем эту сумму 2-2-2, да, на самом деле, общий расход на Неймара, включая его зарплату по долгосрочному контракту, в общей сложности, это 500 миллионов, полмиллиарда евро. В год? Нет, 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 это общие затраты, которые вот долгий контракт, там, по-моему, 5 лет с ним подписали, это если посчитать сумму трансфера, деньги, которые заработал его отец-агент, да, как подписной бонус, да, но это как бы welcome, типа, приходите к нам, вот вам 80 миллионов. И зарплату за 5 лет, которую клуб обязан будет выплатить, ну, просто, ну, как бы, платежами растянутыми, общие расходы на Неймара составят полмиллиарда евро, это, конечно, феноменально. А можете вот мне, человеку, неблизкому к футболу, так объяснить, если это возможно, в чем феномен Неймара, вот в такой степени, почему он дорогой? Ну, это действительно один из феноменальных футболистов современности, суть заключается в том, что уже много лет, порядка 10 лет, мировой футбол это противостояние двух гениев, Криштиану Роналду и Месси. Оба они не молодеют, Криштиану Роналду уже за 30, Месси подходит к тридцатнику, и очевидно, что рано или поздно мировому футболу потребуется новый король. Ясно, что эти ребята еще продержатся, учитывая, что особенно Роналду держат себя там в феноменальной форме и так далее. Но Неймар это тот человек, кто, вот если сейчас представить, что вдруг исчезнут в Бермудском треугольнике и Роналду, и Месси, Неймар это будет тот человек, который прямо сейчас мог бы занять трон, поэтому, наверное, это разумная инвестиция в него. Но другое дело, что говорили еще, если мне не изменяет память, ну лет пять назад говорили, что Неймар это тот человек, который потеснит своим плечом двух королей, да, уже лет пять, а уже сколько времени прошло, а мы до сих пор об этом говорим. Это одна из причин, по которой Неймар покинул Барселону. Гарри Линакер, знаменитый британский футболист, написал себе в Твиттере по поводу трансфера, что Неймар, что ты делаешь, из Барселоны есть путь только вниз. Но на самом деле я не совсем с этим согласен. Дело в том, что когда ты играешь в Барселоне, ты всегда в тени Месси. А теперь он в пассаже, он король? В пассаже он король и в пассаже он может противостоять Месси. То есть если сейчас всегда говорили... А, то есть теперь будет открытый поединок Месси и Неймар. Конечно, конечно. Если раньше, условно говоря, Месси отдавал пас Неймару или Неймар отдавал пас Месси, все равно говорили Месси и его команда. В этом, допустим, была беда двух выдающихся испанских футболистов Хави и Ньесты. В какой-то момент они играли лучше, чем Месси, но поскольку они были в одной команде, то все это воспринималось... В тени Месси. Да, они в тени Месси, и никто из них так и не завоевал золотой мяч. А теперь мы увидим противостояние. Как бы была такая игра престолов. То есть если раньше было два претендента на трон, Роналду и Месси, то теперь появляется третья сила, и это, конечно, очень интересно. Слушайте, как интересно. Это круче, чем любой сериал, девчонки. Надо вот сейчас обращаться именно к девушкам, надо разбираться в футболе, потому что у меня прям мурашки от этого рассказывают. Давайте послушаем команду, целую команду неприкасаемая, во главе с Гариком Сукачевым, местным Месси. Моя бабушка курит трубку, и вернемся скоро к обсуждению футбола, его особенностей. На этом поговорим уже о российском футболе. ЦСКА, Спартак, столичное дерби. Прямо у нас сейчас на кону. А пока Гарик Сукачев. Ну, пока бабушка Сукачева курит трубку, мы продолжаем наш разговор о футболе. Это рубрика «Страна о спорте». И сегодня Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс», отвечает на все наши вопросы. Умные некрасовские вопросы и интересные Егоровские. Друзья, ну, как мы и обещали, поговорим сейчас о футболер-российском, о столичном дерби, предстоящем ЦСКА «Спартак». В контексте, конечно, матча «Зенит-Спартак». Очень интересно вообще, в принципе, это противостояние. Расскажите, пожалуйста, Дима. Матч «Воскресенье», игра, которую нельзя проиграть ни тем, ни другим. ЦСКА проиграл первое дерби в прошлом сезоне на своем новом стадионе. И второе поражение болельщики просто не простят. Про «Спартак» мы уже с вами поговорили. Представьте, что спустя неделю будет оплеуха от второго суперважного конкурента. При этом и «Спартак», и «ССКА» плохо начали чемпионат. «ССКА» два поражения потерпела. У «Спартака» вообще меньше 50% очков. Но, чтобы вы понимали, это график команды, которая борется за выживание, но никак не за чемпионство. Поэтому, я думаю, что будет результат в пользу «Зенита» ничья. Потому что это часто бывает, когда не могут проиграть ни те, ни другие, а на ничьи, ну как бы все так, как бы... Подождите, а можете еще раз мне пояснить, если будет ничья ЦСКА «Спартак», то дальше что получается? Ну, «Зениту» это будет выгодно, потому что очки потеряют оба конкурента. А «Зенит», скорее всего, выиграет свой параллельный матч и увеличит отрыв от тех, которых еще выше. Ну, в любом случае, друзья, я, конечно, болею за «Зенит», как санкт-петербуржец, но я болею, в принципе, всегда за красивый футбол. Поэтому я желаю и тем, и другим победы, и как там сложится матч, пусть футбольный бог это решит. Я болею за красивых футболистов. Ну, конечно. Вот мы за кадром, на самом деле, мы хотели еще поговорить, слава богу, время остается. За кадром говорили про детский футбол. Куда отдать детей? В Москве, Дима говорил, что у «Спартака» детская школа интересна. Куда отдать? В каком возрасте отдать? И вот когда уже, например, совсем поздно? И по каким признакам можно понять, что действительно стоит мальчика отдавать футбол? Ну, это должны оценить тренеры. Обычно проходит достаточно серьезный отсев, если вы отдаете в академию. Действительно, академия «Спартака» очень сильная, но это не реклама, просто действительно там хорошие тренеры, я многих знаю. При этом хорошая академия у ЦСКА, если брать Россию, то уникальная академия у Краснодара. Но это вам тогда ребенка надо отдавать как бы в интернат или там переезжать с ним, да. Но академия Краснодара, возможно, лучшая в мире. Вот скажите, Неймар во сколько начал заниматься футболом? Ну, по большому счету, дети начинают там в 5-6-8 лет. Это уже такой как бы грань. Ну, 8-8 это критическая, да? Ну, да, но обычно отдают 5-6, хотя сейчас появились школы, где уже в 2-3 годика для детей специальные занятия по футболу. Они там мячик пинают, но уже как бы пытаются оценить их там возможности в футболе. Но, в принципе, ребенка отдают в районе до 6-7 лет. Если ребенку уже 8-9, то какая должна быть подготовка, чтобы попасть все-таки в эту школу? Что нужно за плечами ребенка иметь? Вот можно я на собственном примере, да, моему сыну 8 лет, и он тут запросился в футбол. И я просто, ну, как-то вот немножечко сомневаюсь, отдавать, не отдавать. Есть истории, когда звездами футбола становились люди, приходившие в футбол и в 10-13 лет. Здесь только одно – это талант богом посланный. Опять-таки, это нужно оценить просто потому, играет ли ваш ребенок, чтобы на него посмотрели тренеры. И если тренер профессиональный, он всегда скажет, стоит ли вашему ребенку идти дальше. А видно сразу профессионалу? То есть даже не нужно там какое-то время проводить с ребенком? Если сильный профессионал, то довольно быстро. Пара трехи тренировок сразу видит, как ребенок обращается с мячом, насколько у него есть характер, насколько у него видны там задатки техника и так далее. Знаете, здесь все время вспоминаю вот эту историю знаменитых там бразильских футболистов, которые где-то на задворках играли в футбол, у которых не было там ни тренера, ни хорошего мяча, ни кроссовок. Но это талант. Но талант, который, тем не менее, сейчас без хорошей школы в футболе проявить себя очень сложно. Поэтому, безусловно, все топ-футболисты, они проходили через сильные академии, через академии клубов, либо специализированные футбольные школы. То есть история, как в Советском Союзе, когда парень там играл во дворе, потом пошел работать на завод, а потом стал играть в сборную СССР. Такое в современном мире уже невозможно. Исключено полностью. Исключено, конечно. То есть если футбол, то только футбол, правильно? Да, безусловно. Ну, если футбол играть не получается ни у вас, ни у ваших детей, то советую вам, не знаю, закупиться атрибутикой и очень яростно болеть за футбол на трибуне, друзья! Потому что, конечно, от поддержки болельщиков зависит очень многое. 12-й игрок, так говорят, о болельщиках, которые поддерживают любимую команду. Ну что, у нас пришло время прощаться, к сожалению. Спасибо вам огромное. Вот, на самом деле, обещали нашим слушателям и телезрителям немножечко разложить футбол по полочками. Мне кажется, что сегодня нам с Дмитрием Симоновым это удалось. Мне кажется, Юля после нашего сегодняшнего интервью пойдет к руководству и скажет, ну давайте же мне больше таких гостей, как Дмитрий. Я буду про футбол говорить целыми днями. Нет, я правда не кривлю душой. Мне очень понравилось. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Пожелаем тем командам, которым мы желали успеха, действительно успеха, правильно? Каждый в душе, конечно, болеет за свою команду. Я за Неймара. Дим, спасибо вам большое. Дмитрий Симонов за заместитель... Заместитель Глазова, редактор издательского дома Спортэкспресса на сегодня. Хорошее утро. Хорошего дня. Пока-пока. Спасибо.